Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, Настя Булынец и Богдан Бобрик расстались. Надя Соколовская, пользуясь случаем, решила приудариться Богданом. Она хочет помочь ему оправиться от этих больных отношений. Настя тоже не скучает. Вместе с другими свободными участницами проекта девушка отдохнула в клубе. Отпуск Саши Гозиас закончился. Она вернулась на поляну. У Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко праздник. 8 месяцев, как они вместе. Рапунцель пишет. Любимый порадовал меня. Я очень довольна. Ты меня удивил. Будь со мной добрым. Не играй на моих нервах. Просто будь со мной. За ворота отправили новенькую участницу Дома 2 Алису, которая недавно переспала в изоляторе с Ваней Барзиковым. Ходят слухи, что выгнали ее за проституцию, хотя Алиса все отрицает. Она утверждает, что сама покинула проект. Я ушла с проекта по личным проблемам. Что за желтая пресса? Люди, алло, включите голову. Фанаты удивляются решению организаторов. Та же Ольга Рапунцель была оправдана проектным судом за свое прошлое в эротических чатах. Но Алисе почему-то не простили, найденный в сети компромат. Ее фотографии были обнаружены на сайте, который рекламирует услуги девушек легкого поведения. Федя Стрелков подготовила романтическое свидание Кристине Лесковец. Сегодня мы с моей любимой переехали в общий дом, в ту комнату, где у нас все начиналось. Я решил сделать из комнаты райское местечко для нас двоих. Кри, я тебя люблю. Андрей Черкасов нашел время в своем плотном графике и провел время с мамой. Он обратился к своим подписчикам. Не отделывайтесь обычными смс-ками от родителей, навестите их, берегите мам. Руслана Мишина, которая недавно ушла с проекта на рокировке, просит у подписчиков помощи в поисках квартиры. Друзья, ищу квартиру, ищу сожителей в Москве. Приму любые предложения. Помогите мне. Влад Малеванов, который запомнился зрителям коротким романом с Сашей Харитоновой, хочет прийти обратно. «Я вот подумывал вернуться», – пишет Влад. «Интересно, как там обстановка, какие новые девочки. А то, как ушел, не смотрел эфиры совсем». Бывшая участница проекта Мария Адоевцева поздравила дочь с трехлетием. «Трехлетие удалось, пожалуй, на славу», – пишет Маша. «Удалось то, ради чего все было затеяно. Это неподдельный детский восторг и яркие впечатления». Дочь заметно повзрослела, начала по-новому смотреть на этот мир. Иначе удивляться и радоваться. Даша Пынзер, несмотря на то, что воспитывает двоих детей, один из которых совсем младенец, не отказывается от вечеринок. Фотографии развлечений Даши шокируют фанатов. Даша опубликовала снимок с Катей Жужей, который подписала «Огонь». На ней девушки обнимают друг друга и изображают страсть. Жужа выставила еще более пошлый снимок. На нем Даша задрала на нее ногу и создается впечатление, что девушки целуются. Фанаты телепроекта назвали снимки непристойными и неподходящими для публичного просмотра. Члены Томского отделения Коммунистической партии требуют от Ольги Рапунцель принести публичные извинения. А возмутили их слова Рапунцель, которые девушка произнесла в разговоре с Димой Дмитренко. Она несколько раз назвала Томск большой деревней. Своими высказываниями она создала негативный образ города Томска, чем причинила ущерб деловой репутации руководству области. И если Рапунцель не извинится за оскорбление города, то коммунисты подадут на программу в суд. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на телеканале ТНТ.